Привет! Это Денис. Кратко про Албанию. Сегодня ролик про то, что мешает людям переехать и жить в другом городе или в другой стране. Ну, например, в моей любимой Албании. У нас на канале был подобный ролик, но я получаю большое количество звонков с разными беспокойствами на эту тему, поэтому и решил чуть более подробно про это рассказать. Некоторые считают, что для того, чтобы куда-то переехать и там жить, нужны какие-то сверхспособности или ведро денег. Друзья, в Албанию люди переезжают самые разные. Это и бизнесмены, и программисты, и врачи, и пенсионеры, и многие другие. И поверьте мне, эти люди не проходят сквозь стены и не владеют золотыми приисками. А вот что по-настоящему останавливает людей, то, что им мешает, это, знаете, такой очень серьезный набор беспокойств. Он звучит примерно так. Ну, первое, как я буду жить в другой стране, если я там никого не знаю. Потом, следующая идея, это как в другой стране деньги зарабатывать, на что жить, как выживать. И поверьте, это тоже очень многих тормозит. Следующая популярная такая идея, это как жить в другой стране, если я не знаю языка, кроме своего родного. Потом некоторых останавливает такая вещь, как идея, а кому я там нужен? Потом есть еще популярная мысль, ну, где родился, там и пригодился. Вот, но это обычно от более старшего поколения идет. Вот, и много людей, которые, знаете, просто боятся потерять свое насиженное место. Ну, что я имею в виду? Это я имею в виду, они боятся, как бы, за свои связи, за свой авторитет, за какое-то уважение, за какие-то деньги, за устоявшийся уклад жизни. Вот, они это боятся потерять, и давайте с этим по порядку и разберемся. Начнем по порядку. Итак, первое, первое сомнение, это как я буду жить в другой стране, если я там никого не знаю. Друзья, это сродни устройству на новую интересную работу, то есть вы приходите, вы изучаете что-то новое, вы обзаводитесь какими-то знакомствами, какими-то связями. Через некоторое время вы там полностью адаптируетесь, и дальше вам становится, ну, совсем комфортно. Тем более, что албанцы в силу своего менталитета будут вам помогать, вас поддерживать. И, кстати, на территории Албании у вас уже есть один знакомый, это я. Вот мой номер, запишите. Следующая такая крайне популярная тревога, которая мешает людям куда-то поехать надолго, это идея о том, как там зарабатывать, где брать деньги, на что выживать. Ну, смотрите, если у вас был где-то бизнес, вы его начинали, делали, либо вы просто умеете что-то делать хорошо, у вас есть результаты, то разве вы не сможете повторить это, ну, где-то еще, в любой другой стране. Более подробно на эту тему здесь вот будет ссылка на ролик, можете посмотреть. Следующая тревога, которая тоже мешает людям, это идея, как же я там буду жить, если я не знаю языка, как я буду взаимодействовать с людьми. Ну, друзья, эта идея, она живет только в разуме. И, поверьте, достаточно много людей, которые переехали на территорию Албании, комфортно живут, и они знают только свой родной язык. То есть это не проблема. Вдобавок к этому, сами албанцы, они, ну, очень общительные, они добродушные, и они будут стараться вас понять, и, поверьте, они вас не отпустят до тех пор, пока они не поймут, что же вы от них хотите. Это очень приятно и здорово помогает. Идем дальше. Следующее беспокойство, такое довольно серьезное, оно мешает многим людям куда-то поехать. Это такая идея. Да кому я там нужен? Ну, друзья, если вы у себя на родине были ценным и полезным человеком, то неужели вы считаете, что при переезде вот это ваше ценное качество от вас куда-то может деться? Продолжаем. У некоторых есть такая мысль, ну, боязнь потерять, знаете, насиженное место. Ну, что я имею в виду? У людей есть уже связи, есть работа, есть авторитет, есть поддержка, деньги. И при переезде они боятся все это, ну, потерять. Ну, друзья, вы можете заметить, что вот ваша поддержка и ваши связи, они образовались почему? Потому что вы выполняли то, что вы обещали, и вы делали это очень качественно, на очень хорошем уровне. И благодаря вот этому вашему качеству у вас появились и поддержка, и связи, и деньги, и авторитет, и все остальное. Вот. Если вы не растеряли эту способность, ну, то есть выполнять то, что вы обещали, то стоит ли вам вообще беспокоиться по этому поводу? Следующее, это сомнение в отношении местных жителей к приезжим и беспокойство по этому поводу. Ну, друзья, если бы вы столкнулись с огромным гостеприимством, добротой и заботой местных жителей, то как вы считаете, от вот этого вашего беспокойства вообще хоть что-то бы осталось? Последнее, это, наверное, то, что останавливает от таких поездок более старшее поколение, это такая народная мудрость. Она звучит так. Где родился, там и пригодился. Ну, про что это? Это про то, что человек может быть полезен быть только там, где он родился. Может быть, это и так. Это решать только вам. А как вы считаете, вы можете быть кому-то полезным, быть где-то еще, в другом городе или другой стране? Резюмирую. Если вы можете справиться с вашими страхами и сомнениями, то милости просим к нам в Албанию. Пишите, звоните, делитесь информацией об Албании с вашими дорогими друзьями. Также набирайте меня, если захотите приехать в Албанию. Я постараюсь вам помочь. По возможности используйте сентябрь, это последний месяц в безвизовом режиме для некоторых иностранцев. Также это шикарное время, когда совершенно обалденное море, хорошая температура воздуха и вкусные фрукты. Ну и подписывайтесь, и успехов вам! Субтитры создавал DimaTorzok